Ребята, сегодня мы с вами пойдем на настоящую сходку ютуберов и узнаем все секреты работы данного сервиса. Но для начала нам нужно пройти процедуру регистрации. Черт, это оказалось сложнее, чем мы думали. Ну вот, заветный бейдж получен и мы получаем автоматический доступ к телесам всех самых крутых ютуберов с постсоветского пространства. Вот у этой девочки, к примеру, на канале 1 миллион и 750 тысяч подписчиков. При этом не сказать, что она делает нечто особенное. В основном мейкапится под мировых звезд. А вот этих чуваков вы знаете? Ну, Стаса Давыдова и Дмитрия Усачева по идее знать должны. В общем, все эти разгильдяи уже давно стали ютуберами-миллионниками, а такой показатель автоматически означает неплохие заработки. Дивиденды от спонсоров, да и сам ютуб обязательно подкинет вам нехилую копеечку через специальные агентства. Их в Украине и России немалое количество. Есть даже отдельные агентства для геймеров. Если же говорить о глобальных целях фестиваля VideoPeople, то организаторы обещали хорошенько так прокачать начинающих ютубщиков, а также рассказать некие секреты ютуберам со стажем. В общем так, на данный момент в одной только Украине насчитывается около 108 тысяч крейтеров, которые постят контент на регулярной основе. При этом все еще есть незанятые ниши. К примеру, в нашем ютубе до сих пор нет толковых каналов о ведении бизнеса. А еще все больше людей смотрят ютуб на телевизоре, а половина пользователей сервиса делает это на смартфонах. Лучше всего на ютубе смотрят так называемые ролики приключения – необычные видео с непредвиденной развязкой. В качестве примера приводился довольно популярный видос, в котором на борту легкого самолета случайно оказался обычный кот. В целом видео с животными являются единственными, которые практически в 100% случаев досматривают до конца. Не забывайте общаться с подписчиками, а также следить за тенденциями. К примеру, в игровой индустрии таковыми на данный момент являются очки дополненной реальности. По слухам, поддержкой видео в таком формате в скором времени обзаведется даже сам инстаграм. В целом, если вы хотите стартануть, но не знаете с чего начать, то ваше первое видео – это примерно обзор покемон гоу, снятый на гироскутере. Еще из трендов – лайвстримеры потихоньку начинают пользоваться специальными боксами-рюкзаками, в которые можно запихнуть до 12 сим карточек, и получить мощный интернет поток в любой части земного шара. Из интересных нововведений самого сервиса отметим посильную помощь крутым авторам. Если ваш канал перевалил за сотню тысяч подписчиков, ютуб даже предоставит вам в пользование личную студию, правда все по записи, как к стоматологу. В последнее время в мире появилось много компаний, которые используют ютуб как единственный канал продвижения. К примеру, такой французский бренд косметики как La Roche Passet давно сотрудничает с сотнями бьюти-блогерш по всему миру. Впрочем, во всей этой рекламной истории важно не отпугнуть своего зрителя. Идеальная реклама на ютуб канале – это когда вы методично и ненавязчиво рекламируете продукт на протяжении 10 видео, после чего покупатель сам без подсказок идет и покупает его. Но далеко не все компании на это пойдут. Еще один вариант – сразу договориться с заказчиком на честный обзор, вплоть до негативных. На это, правда, вообще никто не пойдет. Не бойтесь экспериментировать, в том числе и на грани фола. Воруйте зарубежные форматы, вступайте в активную полемику с подписчиками и будет совсем уж неплохо, если вы сцепитесь с вашими прямыми каналами-конкурентами. Можете с ними даже подраться, заснять это на камеру и запостить. Сразу в топ и пойдете. На ютубе, как и на войне, все средства хороши. Вы же хотите в топ?